Анастасия Удальцова Благоволит погоду на руку сыграло и ранее заключение контракта. В Сургуте улицу Энергетиков комплексно отремонтируют на два месяца быстрее, чем планировалось. Первый в Сургуте эко-магазин переехал в новое помещение. Теперь вещи для социально незащищенных жителей можно приносить по новому адресу на улице Магистральной. И за просрочку неустойка. Она начисляется с сегодняшнего дня тем, кто не отчитался о полученной прибыли за прошлый год. В Сургуте завершается ремонт дороги на улице Энергетиков от Майской до Энгельса. Работы с конца весны здесь ведет компания «Автодорстрой» и близка к тому, что уже в июле на два месяца раньше контрактного срока передать объект заказчику. Помимо замены отслужившего асфальтобетона, по нечетной стороне реконструировали тротуар с учетом потребностей маломобильных групп населения. Обновили знаки, разметку. Быстрее работать получается благодаря погоде и раннему выходу на объект. Подготовку площадок и демонтаж отработавших элементов магистрали и пешеходных зон начали еще 10 мая. Думаю, все обратили внимание, что в этом году погода благоволит нам. Это первый момент. Второй момент. Подрядчик, наш субподрядчик, отнесся очень серьезно к производству работ, мобилизовал силы. И мы, так как контракт был разыгран в прошлом году в декабре, мы зимой успели подготовить все материалы. Протяженность дороги составила 985 метров. Площадь асфальтирования 20 тысяч квадратов. Еще 4 тысячи – это тротуары. В рамках дорожной кампании этого года напомню 4 магистрали, которые вошли в проект «Безопасные качественные дороги». В их числе и улицы энергетиков. Ремонт на Комсомольском проспекте завершили в прошлом году с опережением сроков. С двухлетним контрактом управились за один сезон. Расплатились полностью нынешней весной. На Нефтьюганском шоссе работы закончили в начале июля. Надеюсь, что к концу месяца у нас будет уже контракт по улице Югорской. Улица Югорская, ремонт будем выполнять полностью по всему объекту. Контракт, выполнение работ рассчитано на два года, 24-25 год. По Югорской будут выполнены ремонт проезжей части и также ремонт тротуаров с обоих сторон дороги. Работы по ликвидации колейности в Сургуте выполнены. Отремонтированы карты на общей площади 46 тысяч квадратных метров. Запланирована осенью приемка тротуаров на улицах Гагарина, Островского и Мечникова. Из десяти внутриквартальных проездов, которые должны восстановить в этом году, заключены пока три контракта. По остальным идут конкурсы. Дополнительные средства были выделены Сургуту по итогам форума «Команда Югры». Запланирован по итогам голосования ремонт пяти объектов. На улице Дальней работы завершены. На западные автомобилистов готовность 90%. Там доделывают подходы к остановкам и сами карманы для общественного транспорта. Еще два объекта в рамках форума «Команда Югры». Это улица Толстого. Здесь проводятся конкурсные процедуры. И планировали улицу Шедловского. Но сейчас этот объект под вопросом, вернее всего, будем менять на другой объект. Здесь именно недочеты в проектной документации. И сроки выполнения работ ограничены. Подрядные организации не смогут выполнить комплекс работы по обустройству тротуаров, инженерных сетей, освещения. Слишком большой комплекс работ затянули с конкурсными процедурами. В связи с тем, что данный объект проходил государственную экспертизу. Есть запрос на взаимодействие и множество планов. Глава Сургута встретился с муниципальным координатором российского движения «Детей и молодежи». Ксения Наумочкина рассказала о большом количестве идей по обреображению города. Над ними сейчас работают воспитанники организации, разрабатывают презентации. Руководитель общественной организации отметила, что движение уже год. Членам этой ячейки, объединяющей тысячи представителей подрастающего поколения, хотелось бы большей вовлеченности в городские процессы. Максим Слепов предложил встретиться для обсуждения всех дальнейших планов. Это будет встреча рабочая только с нами или с детьми, потому что дети у нас сейчас на лето, у них домашнее задание. Это проект на пикнике, они пишут проекты для города, для того, что они хотят видеть в городе. Ну раз уж от вас идет запрос, давайте формировать, вы какой состав видите, состав участников этой встречи. Да, ну то есть у нас будут активисты с предложением, с проектными предложениями для города. То есть мы будем рассматривать проекты конкретные? Да, да. Давайте, тогда вы готовите проекты. В зависимости от количества, но я предлагаю где-то делать все-таки не кабинетные встречи, а где-то собираться в более конкретных местах молодежных. Жители домов на проспекте Ленина 69 и 67 дробь 3 обеспокоены. У них под окнами росла небольшая аллея, часть из которой вырубили. Дело в том, что сейчас на территории идет благоустройство. Работает техника, которая обновляет тротуары, занимается переустройством парковки, подготовкой будущей придомовой проезжей части. Однако, как и рассказали жильцы в телефонном разговоре с редакцией ОМИДИА, ни о какой вырубке насаждений речи на этапе обсуждения не шло. За работу отвечает управляющая компания ДЕС Восточного жилого района. Как удалось выяснить, моим коллегам зеленый уголок по итогам реконструкции останется. В зону ремонта попали несколько деревьев. Подрядчик убрал три тополя в не очень хорошем состоянии. Возможно, взамен предусмотрят компенсационные мероприятия. В Сургуте трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже. Об этом сообщает Следственный комитет. ЧП произошло накануне дома на улице Кукуевицкого. По предварительным данным, мама девочки ненадолго покинула комнату. В этот момент ребенок забрался на подоконник, оперся о москитную сетку и выпал вместе с ней. Как удалось выяснить, в травмцентре девочка поступила с черепно-мозговой травмой и была госпитализирована в детское отделение анестезиологии и реанимации. Сегодня утром переведена в детское нейрохирургическое отделение. Лечится консервативно. Состояние удовлетворительное. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В столице Югры мужчину расстреляли за то, что он сделал замечание по поводу громкой музыки ночью. Все случилось на улице Гагарина, где во дворе одного из домов засела шумная компания. На замечание жильцов молодые люди реагировали агрессивно и вызывающе. Разбираться вышел один из жильцов, но домой вернулся с ранениями от травматического пистолета. Супруга пострадавшего вызвала полицию, дебоши раскрылись. Силовики оперативно установили и задержали подозреваемого. Оружие нашли в туалете, куда его спрятал предполагаемый стрелок. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровья». Фигуранту грозит два года колонии. За попытку дачи и взятки югорчанин пойдет под суд. В начале июня на одной из региональных трасс мужчину с признаками опьянения остановили сотрудники отдельного батальона ДПС. В патрульной машине водитель попытался откупиться. Долго настаивал на том, чтобы инспектор взял три банкноты номиналом по 5000 рублей. Несколько раз был предупрежден об ответственности. И в итоге остался и без прав, и стал фигурантом уголовного дела. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. В Сургутском районе за первое полугодие узами брака сочетались 384 пары. Десять молодоженов обручились из числа представителей коренных малочисленных народов Севера. Чаще всего регистрировали бракосочетания в отделе ЗАГСа, муниципалитета, а также в городских поселениях Лентор и Белый Яр. Мужчины женились в основном в возрасте от 35 до 39 лет. Впрочем, статистику пополнили и девять представителей сильного пола старше 60 лет. В подобном возрасте невестами стали семь женщин. Замуж в муниципалитете чаще всего выходили девушки от 18 до 30 лет. 50% пар заключили брак впервые. На 58% в Сургутском районе снизилось число браков с иностранными гражданами. Их было зарегистрировано 37 в первом полугодии 1924 года, в то время как в первом полугодии 1923 таких браков было 88. Расторгнуто 331 брак, это на 25 меньше, чем в первом полугодии 1923 года. Основная часть расторгающих брак, основанием является решение суда. Из числа расторгнутых браков 17 парни прожили вместе и года. 188 ячеек общества распались спустя почти 9 лет совместной жизни. И 122 семьи перестали быть таковыми после 10-19 лет Союза. Вместе с тем, за первые 6 месяцев 2024 в Сургутском районе родились 867 детей. Мальчиков на 12% больше, чем девочек. У представителей коренных малочисленных народов Севера на свет появились 43 малыша. В муниципалитете становится популярнее суперсервис «Рождение ребенка». Показатели пользования им выросли на 50% в сравнении с первым полугодием 2023-го. Данные почти 75% рожденных мальчиков и девочек в этом году были внесены именно через эту электронную платформу. Преимущество такой регистрации, говорят специалисты, это посещение учреждения для получения бумажного документа без очереди. И в личный кабинет портала госуслуг мамы новорожденного сразу поступит номер СНИЛС. На свет появились 24 двойняшки, а в 2023 году, в первом полугодии, их было 18, что нас очень радует. Самыми популярными именами среди мальчиков стали Михаил, Артем, Александр, Роман, а у девочек Ева, Амина, София, Виктория. Родители присваивали своим деткам и необычные имена. Мальчикам Демиан, Радель, Оливдин, Анри. А девочкам Изумруд, Селина, Агнелия, Евангелина. Первый в Сургуте эко-магазин «Мир» переехал в новое помещение. На протяжении трех лет сургутяне всячески помогали. Приносили вещи, обувь, детские игрушки. Во время переезда оказали поддержку благотворительной организации и постоянные партнеры. Какие активности будут проводиться в стенах эко-магазина и кто помог фонду «Траектория надежды» обзавестись новым помещением, расскажет Элиза Шайметова. Эко-магазин «Мир» – проект благотворительного фонда «Траектория надежды» существует с 2021 года и занимается сбором и передачей нуждающимся одежды, обуви, игрушек и предметов интерьера. На протяжении трех лет сургутяне активно участвуют в деятельности организации, принося как новые, так и ненужные вещи. Тем самым оказывают помощь жителям из категории незащищенных, которым эти изделия необходимы. Совсем недавно эко-магазин «Мир» переехал в новое помещение, которое больше по площади и находится в удобном для жителей районе. Проект «Эко-Мир» зацепил много сердец, мне кажется, в городе и организаций. Например, для того, чтобы переехать сюда в новое помещение, мы привлекли порядка пяти наших партнеров. Кто-то помог нам сделать ремонт, покрасить стены абсолютно безвозмездно, хотя здесь помещение 110 квадратных метров. Кто-то предоставил нам клининг, поменяли лампы на энергосберегающие. Очень было много помощи, даже вплоть до того, что грузчики были предоставлены, машины грузовые, чтобы все это перевести. Компания «Газпром Энергосбыт Тюмень» завидным постоянством участвует в проектах благотворительного фонда «Траектория надежды». В мае сотрудники двух организаций совместно поздравили ветеранов и тружеников тыла с праздником Победы. Во время переезда энергетики помогли фонду с клинингом, а также заменили старые лампы на новые энергосберегающие, что в будущем позволит сократить расходы по коммунальным платежам. В 2021 году мы поддержали вот такую социально важную инициативу благотворительного фонда «Траектория надежды» о создании этого эко-магазина «Мир». И сотрудники нашей компании, волонтеры, очень живо откликнулись на этот призыв. И к моменту открытия магазина в 2021 году около 50% вещей, которые здесь были выставлены, они были переданы энергетиками. Мы поддерживаем детей, оплачиваем им лечение. И за три года существования этого магазина, допустим, сотрудники нашей компании, они у нас очень отзывчивые все люди, мы передали в этот магазин около тысячи вещей. Это обувь, одежда, предметы личной гигиены, детские игрушки. Имущественную поддержку оказала и администрация Сургута. Помещение, в котором сейчас находится эко-магазин, передали фонду власти города на безвозмездной основе. Траектория надежды остается лишь самостоятельно покрывать расходы по коммунальным платежам. На подобную помощь от мэрии, к слову, могут рассчитывать и другие социальные организации, которые существуют не меньше трех лет, участвуют в социальных проектах и могут отчитаться о финансово-хозяйственной деятельности. Мы как раз поддерживаем данный вид поддержки для наших сургутян, так как это очень важно. Есть и чрезвычайные ситуации, когда кто-то погорелец и может воспользоваться. Есть и незащищенные слои населения, это те же многодетные и малообеспеченные люди, о которых тоже все заботимся. Но это двойная забота. Заботится, с одной стороны, и администрация города через свои социальные службы, и, с другой стороны, это забота некоммерческого сектора. Это двоякая работа, поэтому, конечно же, мы знаем о всех победах благотворительного фонда, когда они оказывали ту или иную помощь. С переездом и увеличением площади эко-магазина у благотворительного фонда траектория надежды появилась возможность проводить на его территории ряд полезных мероприятий. Мастер-классы по шитью, изготовлению эко-сумок, а также обучающие творческие занятия по вторичному использованию материалов. Совместно с партией «Новые люди» планируется создать зону по переработке пластика, где посетители смогут не только сдать полимеры, но и узнать больше о самом процессе переработки и его значении для природы. Сейчас эко-магазин находится на улице Магистральной, 36. Каждый желающий может принять участие в благотворительности или получить помощь с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов. Эльза Шайметова, Денис Зонов, Сургут, 24. Завершающий этап обработки от клещей грядет в Сургуте. В начале августа специалисты проведут аккорицидные мероприятия в рекреационных зонах. Уничтожать эксодовых планируются будут с 5 по 9 число, а также в даты с 12 по 16 августа. Сроки санитарных процедур могут корректироваться из-за погодных условий. Сургутян просят во избежание аллергических реакций на препарат воздержаться от посещения лесных массивов, парков, скверов, набережных и кладбищ в течение трех дней с момента обработки. Вместе с тем в течение 40 дней после опрыскивания территорий там запрещен сбор дикоросов. С сегодняшнего дня уже будет начисляться неустойка. 15 июля был последним днем для бессанкционной уплаты налога на доход 2023 год для физических лиц. В ходе декларационной кампании налоговой службы нашего округа выявлено более 22 тысяч людей, которым необходимо было заполнить документы и отчитаться о полученной прибыли. Из них почти 90% человек выполнили свои обязательства. За непредставление соответствующих заявлений и неуплату НДФЛ налогоплательщиков могут привлечь к ответственности в виде штрафа, а также им станут начислять пени. Оплатить задолженность возможно несколькими способами, в том числе с помощью электронного сервиса, уплата налогов и пошлин на сайте ФНС России. Налоговую декларацию необходимо было предоставить срок не позднее 2 мая. Если вы самостоятельно не исполняете эту обязанность, налоговым органам в автоматизированном порядке доначисляется сумма налога, которая подлежит к уплате также по сроку 15 июля. Кроме того, налоговый орган доначисляет штрафные санкции 20% и 15% за непредоставление налоговой декларации. Те налогоплательщики, которые не своевременно предоставят декларацию, даже сейчас, штрафные санкции возникают, это 5% от суммы налога, подлежащей к уплате за каждый месяц просрочки, но не более 30%. Налог на прибыль должны уплатить физические лица, которые отчуждали движимое или недвижимое имущество, что было во владении менее трех лет. Например, если не только продали приобретенную собственность, но и получили ее по наследству, подарению, либо в ходе приватизации. В преддверии подобных важных дат в ИФНС Сургута проводят дни открытых дверей. Накануне в инспекции специалисты консультировали налогоплательщиков в операционном зале по любым вопросам. А также сургутяне могли встретиться с руководящим составом налогового органа. Важную информацию можно отслеживать на официальных страницах службы, на площадках социальных сетей ВКонтакте и Одноклассниках. В такие дни мы увеличиваем штат именно работы в операционном зале наших сотрудников с целью оказания помощи в заполнении каких-либо документов. Например, сегодня мы помогаем налогоплательщикам традиционно не только 3НДФЛ заполнять, но мы помогаем заполнять уведомления об исчисленных суммах. Сейчас индивидуальным предпринимателям многим заблокированы расчетные счета, кто не предоставил упрощенную систему налогообложения. Соответственно, мы проводим презентации, как заполнить налоговую декларацию по опрощенному режиму налогообложения через личный кабинет индивидуального предпринимателя. Уютная домашняя атмосфера, теплый летний день, десятки активностей для сургутян всех возрастов. В городском парке культуры и отдыха прошел фестиваль «Город добрых соседей». Мероприятие состоялось при поддержке Департамента культуры, молодежной политики и муниципального учреждения «Наш город». Фестиваль объединил около полутора тысяч горожан. По словам организаторов, главная цель праздника – укрепить добрососедские отношения между жителями города – была достигнута. Останавливаться на этом не собираются. Как сургут встретил фестиваль и чем удивляли гостей праздника, расскажет Антонина Сахарова. Фестиваль «Город добрых соседей» проводится в Сургуте уже во второй раз. Впервые праздник состоялся в 2023-м. Главная цель – развитие добрососедских отношений между жителями города. Как отмечают организаторы, интерес мероприятия вызвало нешуточный. Если годом ранее в числе участников было всего 8 территориальных общественных самоуправлений, то в этот раз свои площадки организовали уже 13 ТОСов. На территории города Сургута работает более 20 территориальных общественных самоуправлений. Вот как раз таки они, начиная с мая по июль месяц, проводят в своих дворах, в границах своих территорий дворовые праздники, добрые соседи, здравствуй сосед. Поэтому у нас зародилась такая идея, почему не объединить, и как под итогом всех этих дворовых встреч провести такой городской фестиваль «Город добрых соседей». Познакомиться с друг другом, получить какие-то новые навыки, возможно. Это здорово и радует, что нас становится все больше и больше. Мы объединяемся, и на следующий год уже будем более масштабно, я думаю, проводить этот фестиваль. Предпосылки для этого есть. Прошедший фестиваль получил положительный отклик у сургутян. Участие в активностях приняли почти полторы тысячи горожан. Для них работали площадки с мастер-классами по декоративно-прикладному творчеству, спортивные локации. Тосовцы подготовили и развлекательную программу. Показали все, чем занимаются на местах в течение года. Пели, танцевали, приглашали присоединиться и гостей праздника. Уделили внимание и самым юным посетителям парка. Молодогвардейцы, например, организовали сразу несколько видов развлечений. Ребята смогли поиграть в настольные игры, заняться рисованием и почувствовать себя заядлыми рыбаками. Мы, как активисты, молодогвардейцы нашего города Сургута, активно принимаем участие в жизни нашего города, работаем с молодежью, совместно с партией «Единая Россия» организуем различные мероприятия для наших горожан. И это мероприятие не стало исключением. Поэтому, соответственно, мы, как люди, ведущие активный образ жизни в нашем городе, принимаем участие во всех мероприятиях, куда нас приглашают, либо организуем их сами. Территориальное общественное самоуправление в Сургуте становится все популярнее. И это неспроста. Такая форма самоорганизации граждан способны быстрее решать насущные вопросы, которые особенно волнуют жителей той или иной территории. Фактически тоже благоустройство, досуг, даже ремонт дворов зависит от активности ТОСовцев. Сегодня все больше в общественные советы приходит молодежь. В Сургуте, например, на базе таких организаций открыты четыре молодежно-досуговых клуба. Есть ошибочное мнение, что ТОСы только для старшего возраста, но это совсем не так. У нас много ТОСов, которые работают с молодежью. При них работают молодежно-досуговые клубы. Эти направления очень хорошо развиваются, особенно в Сургуте. Мы тоже поддерживаем это всецело, стараемся поддерживать. При таких ТОСах существует много кружков. Они занимаются и патриотической работой, и воспитательной работой, и обучаются различным умениям. Это и СММ, и работа с фотографиями, видео, и многое-многое другое. Поэтому контингент на самом деле уже очень изменился, и молодежь очень много идет в ТОС. И фестиваль «Город добрых соседей» еще одно доказательство. Не случайно, по оценкам экспертов, Сургут входит в число самых добрососедских городов страны. Чтобы держать эту планку и дальше, организаторы планируют провести следующий фестиваль еще масштабнее. Антонина Сахарова, Татьяна Расторгуева, Владимир Федоров, Сургут-24. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире телеканала Сургут-24. Этот выпуск, как и другие программы, можно найти в наших соцсетях и на сайте. Впереди еще коммерческая информация и прогноз погоды. Всего хорошего, до свидания. Детское радио. Детское радио. Радио. Познавательно. Развлекательно. Увлекательно. Песни, сказки, игры. Детское радио. Для детей и взрослых. Медицинская клиника докторов предлагает современное лечение ожирения с помощью бариатрической хирургии. Терапевтическое обследование, опытные пластические хирурги, полная конфиденциальность. Хирургическое лечение ожирения в клинике докторов. Если диеты и марафоны так и не помогли сбросить лишнее. Привет. Я знаменитый суп Том-Ям. Я настолько прекрасен, что меня даже хотят включить в список всемирного наследия человечества ЮНЕСКО. Меня готовят только из свежих продуктов. Я очень насыщенный и порой обжигающе острый. Но ждать, пока я остыну, нельзя. Съешь меня сразу. Встретимся в Том-Ям-Баре. Хотите, чтобы волосы были пышнее и гуще? Безоперационная пересадка волос в Центре Акватория. Эффективно, без наркоза и разрезов. Окончательный результат виден уже через два месяца. Запишитесь на консультацию прямо сейчас по телефону в Сургуте. 59 35 35. Центр медицинской эстетики Акватория. Умные домофоны от Телеплюс принимают звонки из подъезда прямо в телефон. А это кто? Я не знаю. Делают фото посетителей и отправляют их в смартфон даже тогда, когда вас нет дома. Так он и на прошлой неделе заходил. Телеплюс. Все. Управляйте домофоном из любой точки мира. Радио Энерджи. Международное радио для продвинутых молодых людей. Нас слушают модные, стильные потребители качественной музыки. Радио Энерджи. Это европейское качество. Проекты с участием мировых звезд жоу-бизнеса. Авторитетный радио-бренд. Утреннее шоу с черным перцем. Свободное от политики новости на любые темы. Танцевальное шоу мирового масштаба. Горячая тридцатка каждую неделю. Розыгрыши призов в эфире. И большие турниры офлайн. Выбери. Радио Энерджи. Энерджи. Спасибо за внимание.